Здравствуйте! Это еженедельная информационная программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Очередной министр экономического развития Карелии ушел в отставку. Дмитрий Матвиец нашел хорошую работу. Чудо случилось. В Соломенном открыли новый понтонный мост. Зато по трем мостам в Петрозаводске вскоре ограничат движение. «Лотос Плаза» три года с нами. Смотрим, как это было. В Соломенном сегодня открыли новый понтонный мост. Десятки тысяч человек ждали этого события долгие годы. Последние месяцы жители Петрозаводска и Заозерия ездили по временной переправе, которую построили военные. Пришло время ее демонтировать и презентовать новую. Мост в Соломенном открывали без оркестра и красные ленточки. И, наверное, правильно. Говорить красивые речи на месте, где в воздухе навсегда застыли стоны и ругательства автолюбителей, было бы кощунством. Главная переправа появилась, и теперь по ней совершенно законно сможет ездить даже очень тяжелая техника. У нас все-таки здесь хороший рекреационный комплекс, и Ялгора, и Ботанический сад. То есть сейчас здесь вполне могут проезжать самые большие туристические автобусы. 90 тонн нагрузка моста. До начала ледостава, до конца навигации, да, такие сроки были обозначены. И Онежский судоремонтный судостроительный завод справился. И мы успели до обледенения залива установить мост. Новый мост длиной 100 метров, в ширину 7. Строители обещали, что прослужит он 25 лет. Народ доволен, но не весь. Высоко, красиво. Высоковато заезжать, не видно встречные машины. Плохой видимости. Боюсь, лоб в лоб можно тут организовать какое-то столкновение. Справедливости ради нужно отметить, что светофор на мосту уже работает. Видимо, пока это не все заметили. Ну или не привыкли к новой переправе. С 25 декабря петрозаводские троллейбусы меняют маршруты. Все потому, что в столице Карелии ограничивают движение по трем городским мостам. Они в неудовлетворительном состоянии. Серьезная нагрузка противопоказана. Мы этого, конечно, не ждали, но время пришло. Три городских моста обветшали и требуют реконструкции. В черный список попали путепровод на улице Мерецкого. Его конструкции разрушались уже не раз. Состарился мост через Неглинку на улице Кирова. Тот самый, что между Верховным судом Карелии и городской больницей. Движение по нему также решено ограничить. В аварийном состоянии и Пименовский мост на улице Луначарского. Оснащенный заглушкой, с помощью которой понижают и повышают уровень воды в пойме реки Лососинки. По трем этим мостам не будет ходить тяжелая техника, в том числе городские троллейбусы. Часть из них пустят по мосту на Комсомольском проспекте, где и без того пробки. Поэтому в мэрии даже не скрывают – сложности будут. Полностью троллейбусы не смогут проходить по мостам на улице Кирова, на мосту на улице Мерецкого. Поэтому те маршруты, которые проходили там, придется в основном запустить по мосту на Комсомольском проспекте. И, соответственно, ну, наверное, там, да, возможно, особенно в часы пик, какие-то здоровые явления. Как же изменятся маршруты пятигородских троллейбусов? Итак, двойка. Сначала, как обычно, с Куковки она идет до площади Гагарина, проспекта Ленина, но в сторону ДСК и горбольницы уже не поворачивает. Следует обратно на Куковку по маршруту четвертого троллейбуса. Тройка поднимется с Заводской на Первомайский, но по прямой до проспекта Александра Невского уже не пойдет. Сначала заедет на вокзал, оттуда – через мост на Комсомольском, на Невского и вниз, как раньше. Четверка с Куковки сначала идет по прежнему маршруту, потом мимо типографии на площадь Кирова и проспект Ленина. Но к городской больнице троллейбус уже не последует – довезет пассажиров до вокзала и оттуда на Куковку. Пятерка с Куковки пойдет, как раньше, на Первомайский проспект, а потом сделает огромный крюк. Заедет на Заводскую, набережную Варкууса, улицу Московскую и обратно на Куковку по старому маршруту. Шестерка пойдет с Ключевой до проспекта Александра Невского, но повернет не вверх, а уйдет вниз до улицы Правды. Оттуда на проспект Ленина, площадь Гагарина, затем на Первомайский и обратно на Ключевую. Подробнее с указаниями каждой остановки об изменении движения троллейбусов можно прочесть на сайте администрации города. Пока пассажиры переваривают информацию, в мэрии рассуждают, придется ли менять режим работы светофоров, чтобы облегчить жизнь автомобилистам. Планируем сначала запуститься и мониторить ситуацию ежедневно, для того, чтобы уже наиболее оптимальный вариант подобрать, потому что на самом деле сейчас достаточно сложно спрогнозировать, где тот или иной интервал требует корректировки. Что касается схемы работы маршрутного транспорта, пазиков, для них и для нас все изменится после новогодних праздников. Проблем тоже не избежать. Отдельным перевозчикам предложат пересадить пассажиров на автобусы поменьше, а это уже из разряда фантастики. Троллейбусы Петрозаводска не только меняют маршруты, проезд в них может подорожать. По мнению чиновников мэрии, это попросту необходимо, чтобы спасти предприятие. Денег на его поддержку выделили крайне мало. То, что троллейбусное управление в опасности, стало ясно давно. Один из гвоздей в будущий гроб вечно умирающего предприятия вбили на последней сессии Петросовета. Вместо 130 миллионов рублей выделили только 16. С тех пор в мэрии едва ли не ежедневно собирают экстренные совещания, заседают комиссии. Что делать, непонятно. Поступило предложение повысить стоимость проезда в троллейбусах до 25 рублей. В противном случае, по данным чиновников, предприятие встанет уже в январе 2018 года. Вопрос решат депутаты Петросовета на следующей неделе. Но у наблюдателей много сомнений в том, что билет по 25 рублей спасет городские троллейбусы. Слишком много предстоящих расходов и долгов, в том числе за электроэнергию. Кроме того, есть опасность, что и маршрутки поднимут стоимость проезда вслед за троллейбусами. Депутаты парламента Карелии в третьем окончательном чтении одобрили проект бюджета нашей республики на будущий год. Главный финансовый документ на этот раз бездефицитный. Незадолго до принятия в окончательном чтении главный финансовый документ республики пришлось корректировать. Доходную и расходную части увеличили, так как Карелии из федерального бюджета выделили дотацию – 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Деньги направят на повышение зарплат бюджетникам. Обещается, что ежемесячные доходы подрастут у самых низкооплачиваемых категорий работников. К ним относятся свыше 5000 жителей Карелии. В целом на социальную сферу будет направлено 70% расходной части бюджета. Предусмотрели увеличение финансирования на приобретение квартир для детей-сирот. Смогли увеличить финансирование на ремонт школ, которые пойдут в районы и городские округа. И также предусмотрели, как и в прошлом году, деньги на ремонт муниципальных дорог. Все больше сообщений об авариях на дорогах республики. Водители жалуются на сложные погодные условия, плохо убранные магистрали и гололед. Все это на фоне того, что в разгар зимы Карелия осталась без генерального подрядчика. Фирмы, которая должна обслуживать почти все республиканские трассы. Во время последних снегопадов социальные сети заполонили фотографии. Почти везде одна и та же картина. Неубранная дорога, снежная колея, машина в кювете. По словам чиновников республиканского правительства, это последствия бездействия генподрядчика питерской фирмы «Ремстройкомплект», которая так отвечала за уборку наших дорог. Договор с подрядной организацией, которая обслуживала почти все республиканские дороги, решили расторгнуть в начале декабря этого года. На столь радикальный шаг в разгар зимы власти пошли не случайно. Состояние магистралей в отдельных районах резко ухудшилось еще осенью. Плюс ко всему нашим карельским дорожникам, которые работали на питерских бизнесменов, как подрядчики, практически перестали перечислять деньги. Кто теперь после решения о расторжении контракта будет убирать дороги, уже решили. Мы обращаемся к нашим ДРСУ, которые и раньше выполняли эти работы, но по договору субподряда с «Ремстройкомплектом». Мы в первую очередь обращаемся к ним, для того, чтобы заключиться с ними напрямую на этот сложный переходный период и профинансировать им эти работы. Деньги на то, чтобы расплатиться с карельскими дорожниками, в резервном фонде есть. В правительстве говорят о 65 миллионах рублей. Их должно хватить на сложный переходный период. Уже потом предстоит расторгнуть договор с питерской фирмой. По своей воле она этого делать не пожелала. Впереди немало судебных заседаний. Торгово-развлекательный комплекс «Лотос Плаза» отметил день рождения. Красочные салюты были видны изо всех районов города. Размах соизмерим с масштабами самого комплекса. «Лотос Плаза» – один из крупнейших инвестиционных проектов Карелии. «Лотос Плаза» – живой организм. Вокруг постоянно что-то меняется. Территория развивается, привлекая к себе внимание. Не обошлось без откровенных придирок использования административного ресурса представителей прокуратуры и на этот раз. Они обратились к депутатам парламента Карелии с просьбой проверить, нет ли каких-либо нарушений при строительстве объектов вокруг «Лотос Плаза». На место приехал председатель комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания нашей республики Тимур Зорняков и лично все осмотрел. Все необходимые аспекты соблюдены. Можно только приветствовать, когда что-то у нас в городе развивается. В частности, общественность взволновала то, что рядом с Плазой собрались открыть природный парк. Эта земля принадлежит комплексу, который в непростых экономических условиях конкурирует с федеральными торговыми сетями. А ведь еще президент страны Владимир Путин сказал, нашему малому и среднему бизнесу нужно помогать, а не мешать. И не пытаться с помощью правоохранительных органов решать экономические и политические вопросы. Стройка идет таким образом, чтобы по возможности обойти деревья, чтобы не было спила. Даже настилы вот в этом зоокомплексе сделаны таким образом, чтобы не нарушать поверхность земли. Настилы поставлены на специальные столбики, которые позволяют под ними расти траве, мхам. Но несмотря на давление со стороны недоброжелателей, которые пытаются откровенно кошмарить бизнес, Лотос Плаза отмечает день рождения и делает это с размахом. Последний подарок городу удивил даже искушенную публику. На площадке около комплекса прошел фестиваль фейерверков. В столицу Карелии приехали лучшие пиротехники России и устроили шоу, которого в Петрозаводске не было никогда. Продолжение следует... Итак, Лотос Плаза – живой организм. Он развивается и растет. Уже в ближайшее время на площадке у комплекса появится еще и бассейн. Настоящий подарок Петрозаводску и, в частности, для жителей микрорайона Древлянка. Ну а теперь коротко расскажем о других новостях. Министр экономического развития Карелии Дмитрий Матвиец подал в отставку. Заявление подписал глава республики Артур Парфенчиков. Кресло министра достанется нынешнему вице-премьеру правительства Дмитрию Родионову. С записью детей в первые классы школ опять проблемы. Большинство родителей по-прежнему дежурят по ночам, а тех, кто в этом году понадеялся на электронную очередь, ждали сбои в работе портала Госуслуг. По мнению мэра карельской столицы Ирины Мирошник, единственный выход – организовать электронную запись во все школы Петрозаводска. Тогда не будет и очередей. Но для этого нужно что-то сделать с федеральным сайтом. Его работу обещают откорректировать в 2018 году. Пока все. Это была программа «Стопкадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация. Наш телефон 592050. Сайт tntdefisonego.ru. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok